коллеги всех приветствую давайте начинать потихонечку нас сегодня уже достаточно много собралось больше 100 человек 130 человек и потихонечку прибывают новые давайте тогда потихонечку начнем сегодня здесь собрались ну можно сказать наши друзья мы позвали и наших клиентов и уважаемых интеграторов которые с нами работают и такой можно сказать это встреча в атмосфере дружеского доверия где мы уже людям которые знакомы с нашим продуктом планируем рассказать о том что мы сделали за последнее время и что мы планируем сделать в новом году вот материал достаточно много поэтому я постараюсь сачатом ускоренным режиме все рассказывать чтобы мы успели затронуть все аспекты нашей сегодняшней запланированной презентации меня зовут белостоцкий сергей я владелец продукта pixbi со мной сегодня два моих коллеги которые будут вместе со мной вести этот вебинар это ганеев руслан наш ведущий продуктовый аналитик по продукту pixbi и леонид чернявский менеджер продукта pixbi значит формат который мы придумали он подразумевает демонстрацию тех фишек тех вещей которых я буду рассказывать то есть мы будем действовать по следующему плану сначала я буду кратко рассказывать про различные функциональные особенности до новые разработки которые мы придумали и ввели в наш продукт и далее будет сейчас руслан и демонстрировать это уже на живых примерах на рабочей версии pixbi если у вас будут возникать вопросы пишите их в чат как обычно мы это делаем и леонид будет либо отвечать сразу в чате вам вопрос либо анонсирует его уже финальной части нашего вебинара и уже я и руслан ответим все вопросы которые вас будут если что-то мы не успеем показать не успеем рассказать тогда но наверное приведем вторую часть где уже объем все оставшиеся моменты так скажите меня видно слышно все хорошо пару плюсиков напишите в чате чтобы я знал что у нас есть контакт с вами отлично спасибо так ну поскольку возможно что есть участники сегодняшней нашей презентации которые не знакомы с нашей компании с нашим продуктом что было бы странно тем не менее я кратко расскажу про нас мы компания pixi robotics мы разработчик софта для бизнеса это софт технологический инновационный у нас уже достаточно много клиентов на рынке работаем с 2017 года и представляем экосистему наших продукт у нас три основных продукта это pixbi о котором сегодня пойдет речь аналитическая платформа аналог почти аналог зарубежных аналитических платформ pixr пей это программа роботизации это программные роботы цифровые помощники по-разному называют подобные системы ну в общем-то по pixr пей мы уже достаточно давно на рынке и являемся лидерами этого сегмента и пикс процессы px pm это процессная студия стоящая из нескольких модулей который позволяет описывать цифровизовать собирать процессы которые происходят компании и их представлять в удобном виде для принятия решений например по необходимости внедрения каких-то систем или оптимизации процессов или например системы by или rpa следующий слайд такой быстрый иконостас наших клиентов это не все наши клиенты у нас их несколько сотен но вот некоторые из них представлены на нашем слайде здесь разные компании в основном это крупные компании но в целом мы работаем на рынке как и среднего бизнеса малого бизнеса но большая часть наших клиентов это все-таки уровень enterprise клиентов как мы посчитали недавно несколько из 500 компаний топ 500 рбк мы работаем по моему с 200 компаниями ся не ошибаюсь так ну давайте начнем про такие базовые функциональные возможно произошло у меня отключилась до час я вернулся коллеги меня слышно спасибо хорошо что-то случилось системы вебинара так слайдом есть тоже виден я расскажу про базовые возможности нашей платформы многие из вас с этими слайдами с этими возможностями знакомы тем не менее для новых пользователей которые возможно еще не глубоко знают нашу платформу основные тезисы обозначу до чем мы отличаемся что считаем своим преимуществами да но в данном слайде для бизнес пользователей первый момент который мы всегда говорим это сквозная фильтрация по отчетам это возможность фильтровать на визуальных отчетах накладывать фильтры фильтры как на отдельные точки так и осуществлять множественный выбор то есть выбирать диапазоны выбирать лассо квадратами определенные объекты на визуализации которые позволяют нам тут же отфильтровать данные и увидеть то что мы хотим фильтрация сквозная то есть она идет сквозь все дашборды соответственно вы можете на одном дашборте выбрать один фильтр перейти на следующий дашборд этот фильтр перенесется с вами то есть мы работаем с аналитикой с дашбордами как с одной такой единой аналитической книгой у нас система работает по принципу адаптивного интерфейса то есть она подстраивается под любые устройства в том числе и мобильные очень маленькие мобильные в общем-то на любом устройстве мы работаем и можем представлять аналитику в понятном наглядном виде сегодня мы продемонстрируем нашу новую мобильную верстку мы ее изменили сделали лучше и вот сегодня покажем вам изменения которые скоро у нас будут уже выведены в релиз у нас используется ассоциативный анализ подобный анализ знаком тем кто работал с системой и кликсенс или click view это трехцветное выделение значений то есть когда мы что-то фильтруем потом что-то выбираем в интерфейсе нас наши данные раскрашиваются в три цвета зеленый цвет тот который мы выбрали серый цвет это тот те поля которые недоступны для выбора то есть фактически они не подпадают под тот набор данных которые мы выбираем и белые это доступные к выбору ну соответственно позволяет любому бизнес пользователю уже на уровне работы с джбордом проводить даже на уровне работы фильтрации наш партия проводить аналитику и направлять себя в этом с вами бизнес аналии сэлл сервис это один из главных таких моментов нашей системе мы позиционируем нашу систему как систему для свободной работы бизнес пользователей с ней в ней можно делать большинство манипуляций достаточно легко без знаний по программированию каких-то особых знаний написание кода но тем менее сложные вещи нас тоже можно делать то есть и разработчики и продвинутые аналитики и бизнес пользователи найдут нашей системе то что им необходимо в решении своих задач пикс мета это наш внутренний мета язык аналог языка кликсенса или языка который используется power bi dax то есть это функциональный язык который позволяет бизнес пользователям писать сложные различные манипуляции с данными а не только использовать простые агрегаты сегодня мы также расскажем про новые разработки которые у нас в части языка пикс мета были сделаны с последнее время и те которые планируются так это для бизнес пользователей не все конечно возможности но основные которые мы обычно выделяем преимущество для разработчиков у нас есть представление визуальной модели данных то есть в принципе всегда заявляли что без модели данных мы не можем читать биосистему полноценной то есть модель данных это возможно связать разные данные по определенному принципу и работать с всеми различными таблицами которые ввязаны в этой модели как с единым массивом массивом данных как с единым таким единой сущностью анализа в самой первой версии которую мы выпустили у нас уже была модель данных то есть это фактически костяк нашей системы ролевая модель доступа у нас достаточно гибкая модель доступа фактически это матрица доступа вы можете прописать абсолютно любые вариации доступов для ваших пользователей она сделана по аналогии с зарубежными системами такими как кликсенс и power by то есть и пользователи которые работали настраивали доступ в этих системах они точно смогут повторить такое же таких настройки и в нашей системе java script визуализации у нас есть возможность использовать стандартные визуализации которые встроены нашу систему и мы постоянно добавляем новые визуализации каждый квартал у нас выходит среднем там по 45 новых визуализации сегодня кстати продемонстрируем вам те которые у нас в последней стадии разработки и будут выпущены в новых релизах но также можно писать и свои кастомные разработки то есть если вам необходимо добавить куда особую визуализацию который у нас нету нашей платформе мы пока еще не добавили вы можете сделать это самостоятельно помимо этого мы добавили в нашу систему возможность встраивание визуализации но уже для бизнес пользователей то есть вы можете один раз помощью разработчиков встроить визуализацию добавить ее в магазин и дальше из этого магазина любые бизнес пользователи могут ее переиспользовать таким образом вы можете расширять функциональные системы в том числе для бизнес пользователей оформление дешбордов это один из важных аспектов селл-сервиса когда нам необходимо быстро создать красивый дешборд в стиле в брендбуке вашей компании можно заранее предусмотреть все вот эти настройки цветов шрифтов всего остального того чтобы любой пользователь не тратил на это время уже по умолчанию создавал визуализации в нужном формате таких оформлений может быть множество то есть можете их сохранять сегодня мы тоже покажем нововведения которые мы в этой части сделали ну и пикс и tl сегодня этой части будет еще такой значительный блок и надеюсь что мы успеем полноценно рассказать про тел потому что нас на наших обычных презентациях мы показываем портальную часть то есть ту которую видит бизнес-пользователь с которым работает показываем дешборды и как остается визуализация но редко рассказываем показываем теле и поэтому решили сегодня тоже уделить такой существенный блок полноценно расскажем про все возможности нашего нашей теле система которая встроена в нашу платформу многие почему-то не знают даже что у нас есть собственный теле он есть и достаточно уже насыщенный что-то у нас с вебинаром ну прошу прощения если что буду возвращаться и повторяться так но теперь давайте перейдем непосредственно к тем блоком о которых мы хотели сегодня рассказать это нововведение в наших платформах то есть то что мы разработали за последнее время то чего вы возможно не видели не слышали сегодня мы зайдем немножечко за ширму и посмотрим даже те вещи которые но не все видели внутри нашей компании вот поэтому будут будет немного будет немного спойлеров вот интересных новых фишек которых мы вам расскажем первый блок который мы затронем связан с администрированием безопасностью настройки безопасности управлением различными опциями связанными с нашей платформы еще раз повторюсь мы рассказываем сейчас не в целом про блок администрирования а только про те вещи которые мы сделали за последние месяца с нашей последней встречи по моему мы проводили то ли в сентябре то ли в октябре значит сначала как мы договорились я в формате рассказа рассказы упомяну про вот эти новые опции дальше мы переключимся уже на демонстрации и руслан здесь мне поможет значит что мы сделали первое мы добавили страницу управление директориями то есть там где можно настраивать директории редактировать директории создавать директории то есть фактически свели все управление директориями директории это наши бизнес папки секции до в которых размещены приложения вот ну и собственно сделали отдельный раздел где можно удобно всем этим управлять особенно это удобно когда у вас много директории и их нужно постоянно менять или перетаскивать и так далее страниц управления приложениями и таки для удобства для тех клиентов которых множество приложений добавили отдельный разделки можно сразу же менять управлять всеми приложениями разграничение доступа в административном разделе административный раздел достаточно большой и соответственно мы предполагаем что у разных клиентов могут быть разные опции по доступу различных пользователей к этим разделам кто-то заводит пользователей кто-то управляет их доступами кто-то управляет директориями приложениями и так далее соответственно для различных Администраторов можно сделать разные доступы в рамках админ панели. Далее назначение лицензии по правилам. Фактически лицензии назначаются по установленным правилам, то есть условно распределение лицензии по, допустим, написанию e-mail или имени или группе в соответствии с заведенными пользователями в доменной сети. Мы добавили OpenID. Это некий такой стандарт авторизации децентрализованный, который позволяет авторизовываться с помощью сторонних сервисов, например, через Google или госуслуги или еще любые другие среды. Ленивый импорт пользователей. Это возможность добавления пользователей после того, как они зашли в систему. То есть условно появился новый пользователь в компании, его добавили в группу, в соответствии с которой он имеет право получить доступ к BI. И когда он пытается зайти в систему, мы импортируем только этого пользователя. То есть не всю AD со всеми пользователями, а только того, который пытался залогиниться. Соответственно, проверяем, есть ли у него доступ соответствующий. И импортировав только его, в соответствии с доступом, впускаем в систему. Замена ресурса на ресурс-фильтр. Тоже продемонстрируем такую опцию. То есть фактически сейчас можно выдавать доступ и настраивать правила безопасности в, соответственно, например, с указанной маской. Не обязательно указывать конкретный ресурс, то есть, например, конкретный дашборд или приложение. Можно указать определенную, так скажем, опцию фильтра, например, маску приложений, которым пользователь имеет доступ. Ну и не прописывать для отдельного каждого ресурса соответствующие доступы, а указать по маске, да, и, соответственно, дать доступ уже в таком массивном объеме, да. Удобно это для тех клиентов, у которых множество приложений, множество различных ресурсов, приложений, директорий, дашбордов и так далее. Экспорт правил безопасности при экспорте приложений. Вы знаете, что у нас есть экспорт приложений. В целом мы достаточно много времени уделим в наших ближайших разработках этой функциональности, то есть мы ее хотим очень сильно улучшить. И вот первое улучшение, которое мы сделали, это добавление при экспорте настроек безопасности. Поскольку их может быть множество, и они могут быть сложными, при экспорте удобно их перенести, да, а не настраивать на двух инстансов, дублируя это вручную. События на основном безопасности теперь у нас выгружаются в формате CEF, что является таким неким стандартом для систем безопасности. Ну и, соответственно, для ИБшников это такое достаточно серьезное преимущество. Directory Entry Attributes. Это функциональность, которая позволяет настраивать мейпинг между вашими доменными полями, да, и теми настройками, которые мы принимаем из доменной сети при авторизации, при переброске всех этих полей в нашу систему. Поскольку все эти поля ведутся часто по-разному в разных компаниях, да, не всегда по неким стандартам, мы решили унифицировать нашу систему и сделать возможным, так скажем, ее перенастройку для различных компаний в случае, если в домене эти поля ведутся не по стандарту. Так, ну, по этому блоку все, по основным разработкам. Еще раз повторюсь, это основные доработки, да, которые мы сделали. Это не все, что мы разработали, но основные вещи я упомянул. Вот вам тогда передаю тебе слово, давай продемонстрируем. Я буду помогать, ну, говорить, какие именно, какой именно порядок, да, демонстрации у нас будет. Так, первый, с управленными директориями. Да, я помню, я как раз по первому уже подготовил прям порядок. Я хотел бы начать только с фичи следующей, со странички приложений, потому что, ну, легче будет для понимания потом со страницей директории работать. Так, в админке появился новый раздел. А, кстати, меня слышно? Я что-то не пишу. Да, 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 тебя слышно. В администрировании появляется новый раздел приложения, где полностью перечислен, ну, есть табличка с полным списком всех приложений. Указаны названия, описания, из какой она директории, где она находится, кто ее автор. И даты создания, редактирования последнего и публикации, если это приложение публиковано, то есть находится не в персональных директориях. Вот, например, приложение не в персональной директории, и у нее есть дата публикации. На этой страничке есть так называемые мультидействия, да, когда можно выбрать несколько объектов и к ним одно код действия применить. Вот, например, я выделяю два приложения и могу их сразу опубликовать в какую-либо директорию. Могу их задублировать в персональную директорию. Да, я должен указать, каким пользователем я хочу их в персональной директории, в чьи персональные директории я хочу поместить это приложение. Приложение можно экспортировать. Нажав сюда, тогда у меня скачается архивчик, который я могу потом унести на какой-то другой свой инстанс, на другой сервер. Также их можно удалить. А если это приложение не из персональной директории, а из публичной, их также можно перемещать из одной директории в другую. С помощью вот этой кнопочки. Также на эту страничку переехал импорт. Раньше он был на страничке территории, там было две кнопочки. Сейчас экспорт и импорт находятся на страничке приложений. По сути его и его части он практически не изменился, кроме той фичи с добавлением экспорта правил безопасности. Это все находится в том же папчике. Только на другом страничке покажу очень попозже. Итак, еще из интересного, из удобств. Эту табличку можно сортировать, нажимая на вот эти странички сверху, и фильтровать, если нажать на вот эту воронку. И также есть поиск. Ну, это стандартные атрибуты всех наших таблиц в админке. Теперь давайте перейдем на страничку директорий. Здесь расположилась тоже табличка со списком всех директорий. У них из атрибутов те же самые названия и описания автор-владелец. У старых, у совсем старых приложений этих атрибутов не будет, просто мы их начали трекать с какого-то определенного момента. Ну, у всех новых они обязательно будут все заполнены. Количество приложений, которые здесь в этой директории размещены, и дату создания и последнего редактирования. Если перейти в редактирование конкретной директории, то мы здесь увидим, помимо тех атрибутов, которые мы видели на странице с табличкой, мы еще увидим табличку приложений. По сути, то же самое, которое здесь, только здесь указаны те приложения, которые относятся непосредственно к данной директории. Ну, уже отсюда их можно переместить, задублировать, ну и так далее. Действия все, в принципе, аналогичны. Так, ну, на этом, я думаю, с этими фичами все. Сергей, на профиль надо. Разграничение доступа в административном разделе. Угу. Так, появился у нас такой раздел, который позволяет ограничивать доступ так же гибко, как у нас ранее было добавлено разграничение доступа к объектам, которые находятся здесь в правилах безопасности. Теперь к каждому разделу страницы администрирования можно назначить доступы, причем их можно по-разному миксовать. И давайте посмотрим, как это, в принципе, можно сделать. Сначала остановимся на табличке со списком. Здесь у нас указаны те созданные правила администрирования. Ну, здесь их довольно много. Прямо из таблички можно посмотреть, что они позволяют, что не позволяют. Здесь открывается такой маленький попавчик со списком привилегий, которые это правило назначает. То есть это правило дало C на страничку пользователей, R, ну и так далее. То есть подсвеченные значения. Ну, C это create, да, R это... Сейчас я на страничке покажу, что есть, что это как раз будет расшифровка. Условия применения — это, по сути, фильтр пользователей, на кого оно влияет. В данном случае здесь просто перечисление имен. Можно задавать более гибкие маски. Сейчас мы это посмотрим. Правила применяются по правилу или. То есть в одном правиле мы можем разрешить чтение на какой-то из разделов, в другом правиле — редактирование этого раздела. При этом не обязательно, чтобы один и тот же пользователь... Чтобы на пользователя действовало только одно какое-то выбранное правило. Может быть, много, они все между собой там сочетаются через или. Давайте зайдем в редактирование, посмотрим, что здесь. Здесь стандартные атрибуты — это название и описание. Можно правило включить или отключить. Дальше мы назначаем, кому, кто будет попадать под действие этих правил. Здесь можно выбрать один из атрибутов пользователя, маску. И, соответственно, уже либо задать маску «содержит, не содержит», например, или выбрать конкретных пользователей. Правило применения пользователя может быть тоже гибкое. Через и или разные сочетания можно назначать. И ниже идет матрица, которая говорит, о каких права мы, в принципе, этим правилам хотим раздать. Здесь указаны разделы. Они совпадают с этим списком. И тут четыре поля груды. Create — это создание чего-либо на этой страничке. Тут на каждой страничке C означает, что нечто свое. Где-то это создавать правила, где-то это назначать лицензии, например. Чтение — это обычно везде просто просмотр. Редактирование существующих каких-то объектов и удаление существующих объектов. При этом, если отсутствует R, например, на какой-то раздел, хотя стоит C, я все равно не смогу попасть на эту страничку, потому что я не могу ее читать. Но это может быть удобно для сценариев, когда вы хотите что-то автоматизировать. Например, у вас есть какой-то скрипт, который ходит по опишке, что-либо здесь делает. Вы можете дать правило только на C, чтобы безопасно все это менеджерить. Есть галочка, которая еще назначает все права, просто для удобства, чтобы четыре галки не тыкать. Можно нажать одну. Так, поехали дальше. Еще один момент. Важное дополнение здесь — это то, что у нас пропадают роли администратор и администратор IB, к которым некоторые уже могли привыкнуть раньше при создании пользователя, можно было указать роль. И эта роль фактически означала полный доступ к администрированию. Ну, полный или ограниченный, если это админы B. Сейчас в админку доступ может получить любой пользователь, который обладает лицензией PRO и попадает под одно, ну, хотя бы одна галочка у него, в общем, стоит. Тогда у него будет доступен раздел администрирования, а дальше уже там, что он увидит, что он может делать, будет регулироваться вот этими правилами. Ну, в общем, более детальная настройка доступов к администрированию. Так, Руслан, предлагаю дальше поехать, а то мы не успеем. Назначение лицензии по правилам тоже очень быстро. Да, мы добавили функциональное распределение лицензии. Он тоже, как и доступы, осуществляется по правилам. Мы добавляем новое правило, название, описание, включаем его, говорим, какой тип лицензии мы хотим этим правилам раздавать и выбираем пользователей, которые должны попадать под это правило. Ну, и, соответственно, все пользователи, которые подчиняются какому-либо из правил, получают соответствующую лицензию. У лицензии типа PRO приоритет выше, соответственно, если пользователь попадает и под PRO, и под BASE, он получит PRO. Если у пользователя в явном виде снять лицензию, тогда она попадет в карантин, как это обычно бывает, и еще в течение трех суток на него это правило действовать не будет, а спустя трех суток правило начнет действовать. Соответственно, если вы не хотите, чтобы пользователь снова назначен с лицензией, ему нужно зайти в явном виде из этого правила и исключить. Например, имя не является что-то. В будущем здесь планируется добавить галочку, чтобы эти правила могли действовать только на новых пользователей. Соответственно, будет такая возможность, чтобы только на новом пользователе эти лицензии распределялись, а старых нужно было менеджерить руками. Через странички вот этих назначений PRO и BASE в ручном формате. Так, идем далее. OpenID. Уходим на страничку импорта пользователей. Здесь появилась вкладочка OpenID. Создаем подключение. Здесь поля достаточно специфические для OpenID. Здесь, я думаю, у нас будет какая-то отдельная документация по его настройке. Но если по-простому, вам нужно зайти в тот сервис, из которого вы хотите это OpenID настраивать, например, в Биндекс или в Google. Забрать оттуда некоторые параметры, перенести их в PIX. Из PIX один параметр скопировать, ставить туда, и все будет, в принципе, работать. Дальше как это будет работать? Из небольших особенностей есть кнопочка «Перенаправлять автоматически» с небольшим тайм-аутом. Это если у вас как основная система авторизации будет использоваться этот сервис OpenID, то вы можете перекидывать туда пользователей спустя какое-то заданное время. Давайте теперь разлогинимся. Я тут заспойлерю другую фичу. Сразу показываем новую страницу логина. Да, и вот эти кнопочки OpenID, они будут отображаться вот здесь ниже, картиночки, названия будут те, которые администратор забьет в админке. Ну и, соответственно, после клика на одну из способов авторизации вас будет выбрасывать в провайдера. Если этих страничек будет много, здесь будет кнопочка, которая будет раскрывать полный список. Так, и раз мы перешли к новой странице логина, давайте сразу ее тоже посмотрим. Во-первых, она абсолютно новая, начнем с этого. Сусть добавилась. Красивый задний фон, название нашей текущей версии, слайдер с описанием некоторых возможностей, такая затравочка, что у нас в принципе есть. Форма логина, она в принципе не сильно поменялась. И ниже... Подобавлю, что левую часть можно будет отключать, то есть для тех, кто любит лаконичность, не хочет, чтобы у него там мелькало что-то перед глазами, можно будет сделать только правую часть. Да, вот эту часть со слайдером можно будет отключить. В футере расположены полезные ссылки. Ссылка на страничку PIXA для описания продукта, на нашу академию, кстати, записывайтесь на курсы. База знаний, релизы, где их можно будет скачать. Ссылочка на нашу комьюнити, кстати, тоже всем рекомендую переходить в чате, ссылка была. И возможность сменить язык. Все. Так, идем дальше. Ленивый импорт пользователя, я думаю, показывать не будем, пропустим. А вот как раз я на этой страничке, я здесь просто упомянул. Да, у нас появился ленивый импорт. Если ленивый импорт исключен, пользователи будут загружаться в полном объеме. Есть риск, что вы укажете тут корневую ветку ADN, а у вас там миллионы пользователей, не знаю, сотни тысяч. Это все уйдет очень надолго, оно будет еще обновляться очень долго. А если включить ленивый импорт, то только при первой попытке авторизации пользователя мы будем его забирать. Все? Я там всем рекомендую. Так, ресурсы, ресурс, фильтр. Я просто вылетал опять. Люблю МТС все больше и больше. Так, ресурсы, ресурс, фильтр. Давайте зайдем в создание правил безопасности. Это уже разграничение доступа к объектам. Выберем один из ресурсов. И здесь изменения коснулись вот этой плашечки первой, которая называется ресурс. Раньше нам нужно было выбирать явно какие-то объекты. То есть раньше бы оно было только в таком варианте. Нам надо было накликать определенный объект. Сейчас можно создавать любые маски. Содержит, не содержит, начинается, не начинается, заканчивается и так далее. Кстати, лайфхак, если хотите, чтобы действовал сразу на все, можно сделать, не является пустым. И тогда будет на все объекты сразу распространяться. Так, давай дальше. Так, идем дальше. События информозапасности в CEF не будем показывать. Director, Entry, Attributes. Так, вот та же страничка с LDAP. Ниже у нас добавились вот эта пашечка с сопоставлением атрибутов. Здесь предзаполнены базовые значения классические, из которых, если у вас LDAP настроено классическим образом, то, в принципе, здесь ничего менее не надо. Но если вдруг у вас поле email лежит не в поле mail, а не знаю, что-то вот такое, то вам нужно об этом явно здесь указать. И мы будем стараться забрать email из вот этого поля. Ну, а так же и с остальными полями тоже. Так, ну, у нас по этому блоку все, да, поэтому идем дальше. Так. Коллеги, следующий блок... Да, Руслан, поотвечай, пожалуйста, пока на вопросы. Следующий блок — это блок портальный, то есть то, что касается вот основной части нашей системы, достаточно большой, поэтому тоже постараюсь быстро по нему пройтись. Здесь, в принципе, все вещи достаточно понятные. Но новый интерфейс экрана логина вы его увидели, надеюсь, он вам понравился. Наверное, будем его улучшать в будущем. Если будут какие-то у вас идеи, предложения, вы знаете, что мы всегда прислушиваемся, реагируем, поэтому с радостью будем рассматривать все ваши предложения. Редизайн мобильной верстки. Я уже чуть ранее упоминал, у нас немного изменится мобильная верстка, она станет более удобной, да, так, чтобы для пользователей, которые работают с мобильным устройством, было больше удобства в взаимодействии с нашей системой. Ну, как минимум, например, мы убрали при просмотре с мобильного вот эту левую плашку, да, которая очень много места на мобильнике отъедает, а полезной функциональности не несет. Мы ее переместили вниз. Ну, и там некоторые другие изменения, которые свойственны именно для юзер-интерфейса, удобного для именно мобильных устройств. Дальше, магазин визуализации тоже ранее упоминал, это определенный раздел, который позволяет создавать дополнительные визуализации, добавлять их в систему и делать доступными для бизнес-пользователей. То есть не нужно будет без использователей писать JavaScript, чтобы добавить какую-то уникальную новую визуализацию. Ее можно один раз добавить, дальше уже переиспользовать. Мы добавили условное форматирование в различные графики, в LineChart, AreaChart, BarChart, в столбчатую диаграмму, Waterfall. То есть условное форматирование у нас постепенно появляется везде. Напомню, что ранее оно было только в таблицах и в пузырьковой диаграмме. Мы добавили возможность дублировать приложение в персональной директории. То есть не дублировать приложение из бизнес-директории в персональной, это у нас уже давно было, да, и обратные публикации из персональной директории в бизнес-директорию. Но вы можете просто делать копию в рамках одного своего персонального режима работы. Добавилась у нас рассылка отчетов в PDF. Появился модуль, который позволяет рассылать PDF-отчет по пользователям, по пользователям, по определенному регламенту. Он задается в системе, то есть вы можете, например, каждый понедельник отправлять определенной группе пользователей определенный отчет. Отчет может быть сейчас двух видов. Либо это скрин дашборда, либо это скрин всего приложения. То есть у вас создается PDF-ка с листами, на каждом листе представлен отдельный дашборд. Если нужна более сложная рассылка на текущий период, мы предлагаем использовать RPA-систему нашу, в помощь которой можно создавать уже более сложную отчетность для рассылки, но если вам нужно сделать что-то супер-кастомное. Делается это с помощью RPA несложно. Добавилась кнопка «Вернуться к фильтрам по умолчанию». Во-первых, у нас появились фильтры по умолчанию, которые можно выставить в настройках. И теперь при нажатии этой кнопки мы очищаем все изменения, которые произошли, и возвращаемся к первоначальному набору фильтров. У нас добавилось несколько визуализаций. Это визуализация «Воронка», это визуализация «Геохитмэп», это картография с такими тепловыми метками на ней, и визуализация «Санкей». Сегодня мы ее вам тоже покажем. Также у нас появилась визуализация «Текст». Это блок, который позволяет настраивать, очень гибко настраивать просто текстовый объект. Там можно будет вставлять ссылки, выделять цветом, выделять форматом шрифта текст и так далее. Я сегодня тоже это продемонстрирую. Дальше мы сделали то, что многие просили, сохранение формата данных при выгрузке из таблиц в Excel. То есть, когда мы выгружаем данные в Excel, сохраняется формат этих данных. Был текст, выгрузится текст, было число, выгрузится число. Далее, точно такое значимое изменение. Мы добавили возможность уменьшать объекты вплоть до одного шага сетки. То есть, фактически один квадратик нашей сетки объект можно уменьшить до этого размера. Любой объект от визуализации фильтра до картинки. Тоже сегодня это покажем. В общем, в этом плане мы стали гораздо гибче. И сделали кастомные подсказки для визуализации. То есть, можно теперь вот эти всплывающие поп-апы на визуализациях настраивать. Там будет следующий слайд продолжения портальной части, но я предлагаю сейчас потихонечку приближаться, посмотреть уже упомянутые мной блоки. Руслан, включайся. Я тут подвлекся ответами на вопросы. Давай начнем с мобильной верстки. Мобильной верстки. Сейчас, секунду. Что-то пошло не так. Все, извиняюсь. Так, вот наш мобильный экран. Стараюсь сделать его побольше. Слишком много. 75. Вот так. Так, что мы видим? Это наша новая страничка. Получается, хомпейдж. Наша стартовая страничка. Здесь мы видим список наших избранных, часто используемых. Их можно вот так проскролить. Можно раскрыть на полный экран. Вот так проскролить. Снизу у нас всегда расположены кнопки «Домой», возвращение на стартовую страничку. И вторая кнопка — это «Директории». Чтобы на них попасть, кликаем. И вот здесь скрывается список всех директорий, доступных в системе. И можно перейти на какой-нибудь из них, например, профессиональный. Так, заходим, проваливаемся до дэшборда. Вот у нас здесь указаны визуализации. Сверху расположена навигация по дэшбордам. Раскрываем. Здесь будет список всех дэшбордов. Он тоже будет скроллиться, есть их много. Кнопочки очищения фильтров, наложения фильтров. И все работает в таком формате. С мобильного дизайна, с мобильного вида нельзя редактировать дэшборды. А все остальное доступно в полном объеме. Фильтрация, просмотр дэшбордов, просмотр директорий, проваливали разные дэшборды. Редактирование, именно писательной части тоже доступно. На этом интерфейсе он не работает сейчас. В общем, все это такая же. Можно менять язык. Все это доступно здесь, в Бургер Миню. И есть кнопочка, которая позволит ему выйти или сменить пароль при желании. Да, спасибо. Тогда давай идем дальше. Магазин визуализации. Мы заходим в редактирование дэшборда. Да, дэшборда. У нас под списком визуализации расположился новый разделчик, который называется магазин визуализации. Нажмем, посмотрим, что у нас здесь есть. Здесь есть добавленный нами какой-то небольшой список этих визуализаций. Давайте посмотрим на примере последней. Что я могу с ней сделать? Что это она вообще из себя представляет? Давайте зайдем в редактирование. Если я хочу создать визуализацию на JS, как бы перенести визуализацию с одной из библиотек, которую мы поддерживаем, и хочу, чтобы пользователи ее потом могли переиспользовать, и то есть отсутствовала необходимость в создании этой визуализации с нуля, то я открываю раздел от этого магазина визуализации, нажимаю добавить новую визуализацию, и здесь у меня следующие поля. Название, иконку я могу добавить, описание ввести для того, чтобы пользователи понимали, что здесь происходит. Ставить код с этой визуализации. Единственное, здесь нужно подменить ID на Custom Visualization ID. В принципе, логика такая же, что и в обычной JS визуализации, просто там это в виде GUID, а здесь конкретный текст, надо его сюда подставить. Дальше вот здесь есть mock-данных, то есть можно получить некоторые данные, которые мы замокали, чтобы вы могли понимать, как ваша визуализация будет себя вести, если ей передать две меры, три меры, а если одну меру из серии включить, ну и так далее, то есть с разным набором мер. Справа отображается превью этой визуализации, ну и дальше можно уже сохранить, и тогда она появится в этом списке. Дальше пользователи, которые захотят добавить к себе что-то из магазина, к себе, в смысле на дашборд, заходят, видят этот список, могут что-то поискать, а если они ее нашли, нажимают добавить, и тогда визуализация отображается здесь, и ее можно использовать уже как обычную визуализацию. Я так ее просто перетаскиваю, бросаю, сейчас ему надо сюда что-то кинуть, чтобы он ожил, ну и вот она оживает. Конкретно у меня здесь данные уже проставлены хрупко-хардкодные, но в целом разницы никакой нет, она будет подцеплять данные из вот этой категории, которая здесь указана. Все. Так, все, да, спасибо. Чуть ускоряемся, Руслан, может быть, не так детально, давай по времени мы, боюсь, можем не успеть. Давай покажем рассылку отчетов. Рассылка. Тоже находится в разделе администрирования, здесь тоже в каком-то смысле, как правило, каждая рассылка отдельная строчка. Добавляем здесь создать, для ее создания нужно указать название, описание, указать имейл, от кого она будет приходить, ну вот именно подпись, да, от лица кого. Дальше нужно выбрать объект, который будет по почте рассылаться. Вот мы выбираем директорию, приложение, можно на этом остановиться, можно выбрать нахлебный дашборд, можно задать регламент, как часто она будет рассылаться, здесь каждый день, там, в 10.00. Тема письма, текст письма, если он необходим, и пользователи, кому мы хотим эту рассылку применять. Эти пользователи в заданное время, либо когда вы нажмете прям я в эту кнопку «Запустить», либо когда придет регламент, увидите на почте письмо с PDF-видом того выбранного объекта, который вы здесь выбрали, по сути. И еще один момент. Для того, чтобы это все работало, необходимо указать SMTP-сервер, его настройки происходят в разделе «Настройки». Да, это как раз по вопросу, который сейчас Михаил задает в чате. Так, окей, идем дальше. Кнопка «Вернуться к фильтру по умолчанию», давай быстренько покажем. Так, вот у нас есть… Если я сохранил дашборд с какими-то установленными фильтрами, то эти установленные фильтры являются фильтрами по умолчанию. Дальше я, например, как пользователю так вот хожу, что-то здесь отменяю, и понимаю, что мне надо опять к тому же состоянию вернуться. Для этого у нас появилась здесь вторая иконка, клик на нее, возвращаются все фильтры к состоянию по умолчанию. Да, ну добавлю, что скоро здесь появятся еще две иконочки, которые будут обозначать «Унда» и «Реда» по фильтрам. То есть можно будет назад и вперед ходить по истории наложения фильтров. Так, давай покажем новую визуализацию, стандартную встроенную, воронку и санкей. Санкейми небольшие проблемы. Мы его покажем, наверное, в следующий раз. А вот с воронкой давайте. Вот она здесь как раз расположена. Добавилась новая визуализация воронка. Вот ее иконочка здесь будет. Выглядит она следующим образом. В нее нужно передать категории. Можно передавать этих категорий множество. И тогда это будет как дрилдаун переходить на следующий уровень. И одну меру. Она будет автоматически выстраиваться в таком формате. От большего к меньшему. У нее есть особенности. Это можно управлять границами. Можно ее там сделать чуть толще, чуть меньше. И можно управлять подписями. Очень похоже на круговую диаграмму. Параметры. Похоже. Значение категории. Можно выбрать значение меры. Можно выбрать проценты от предыдущего числа. Если это порядок действий. Вы хотите конверсию от предыдущего этапа мерить. Ну и различные их сочетания в принципе дальше. Да, спасибо, Руслан. Так, и давай я сейчас уже начинаю выбирать, что мы будем показывать. Про уменьшение до размера один к одному для дашборд айтемов. Да, мы добавили по многочисленным просьбам возможность сжимать объекта как угодно. Ну и соответственно минимальный размер это один на один. Вот здесь это на примере фильтра. Здесь я добавлял картинку, ее даже не видно здесь. Но если уйти в режим просмотра, то вот эта картинка здесь оказывается. Так, ну я думаю здесь тоже все понятно. Вопросы с чата сразу не в отвечу. Про RLS на рассылку пока нет. Пока что это просто рассылка того отчета, который для всех по умолчанию доступен. Смотрите, ну опять-таки если использовать роботов, с помощью роботов можно сделать в том числе и рассылку с учетом RLS. Так, идем дальше. Кастовные подсказки для визуализации. Кастовные подсказки. Здесь, кстати, сразу спойлер-диски, в чьей можно сразу нам все вместе показать будет. Мы добавили раздел, ну настройку подсказки для большинства визуализаций. Как она выглядит? Вы ее включаете, перекидываете сюда необходимые меры в количестве до, по-моему, пяти штук. Дальше эти меры можно настроить, там колки и подписи, размер, шрифт, тип отображения, суффиксы и прочее. Все стандартные настройки, которые есть в разделе значения. И теперь при наведении, у меня здесь считается отмера sales margin amount, но я вижу при наведении sales cost amount и sales quantity, соответственно, то есть меры подсказки. Ну вот здесь я тоже самое показал на примере линейной диаграммы. То есть это визуализация, которая не влияет на расчет, но при этом при наведении можно посмотреть ее результат, и оно бьется также по категориям. В том числе, кстати, туда можно кидать и формулы, то есть более сложное что-то на пикс-мете. Я там сразу покажу фичи, которые тоже есть на этом экране, чтобы сразу их себе показать. Мы добавили возможность убирать параметры от этого множественного выделения. Здесь кнопочки, которые позволяют протягивать или еще как-то выбирать квадратом. Их можно теперь показать только у тех визуализаций, где они действительно нужны. Раньше они были, по-моему, еще не везде. Также мы добавили опцию раскрашивания этого скролла, слайдера. Раньше был всегда синий, и у нас клиенты, кто просили темную тему, были опечалены, что ее нельзя поменять. Мы добавили возможность менять цвет у нее, чтобы она была в общей стилистике. Следующий пункт касается новой визуализации по сути своей. У нас уже достаточно давно есть визуализация карточка, и мы добавили в нее возможность создать из нее мультикарточку. У нее появляется полка отдельной мини-диаграммы, которая по сути своей создает под каждое уникальное значение этого поля, которое сюда передали, отдельную карточку по тем же мерам, категориям, которые переданы выше. Ну, соответственно, я добавил сюда регион, и из одной карточки здесь стало 9 по количеству регионов, которые у меня в данных есть. Из особенностей здесь можно управлять количеством. Сколько будет отображаться, можно их вот так вот в линию встроить, тогда они будут скроллиться. Можно их вот так встроить. Здесь плохой пример. Но можно их встроить и вот так. При этом можно сделать так, чтобы работал автоформатирование шрифта, как у обычной карточки. В общем, все будет здесь красиво. Вот так оно выглядит по умолчанию, если убрать это 3G name. Так, Сергей, я на этом экране, наверное, все. Алло, слышно меня? Меня слышно, видимо, Сергей вылетел. Так, на секунду, сейчас я посмотрю у себя в файлике, куда мы можем пойти дальше. Так, у нас мы добавили в чу с разблокировкой фильтров. Раньше у нас, в принципе, когда любой объект пересчитывается, вот такой вот лодер на нем возникает. И он, по сути, на некоторое время блокирует визуализацию. Мы с ней ничего не можем сделать в этот момент. Особенно неудобно это было на фильтрах. И, соответственно, мы добавили функциональность, которая позволяет при пересчете фильтра с ним работать. Если обратить внимание в правый верхний угол каждого фильтра, когда я здесь что-то кликаю, то у него лодер перешел туда, при этом сам объект полностью активен. И я могу его продолжать кликать, даже если он в этот момент пересчитывается. Особенно это актуально для клиентов с большими объемами данных, где эти вычисления могут занимать какое-то время, чтобы в случае неправильного накликивания, чтобы это можно было переиграть, например. Про следующую, наверное, просто скажу, не буду показывать. Мы сделали функциональность, которая позволяет при экспорте таблиц в Excel, то есть у нас из каждой визуализации можно экспортировать данные, в частности, из табличек тоже. И мы добавили фичу, которая проставляет всем колонкам, всем данным, которые вы экспортировали, те же типы данных, которые стоят в BI. То есть число, число поставить, тексту, тексту, дату какую-то поставить, чтобы они были одинаковые. Так, по первому разделу портала мы прошлись. Давайте затронем раздел, который относится к новшествам в PixMete. Так. И начнем... Сейчас, Руслан, извини, пожалуйста, да, я вернулся. Коллеги, извиняюсь, что-то у нас, наша система не то. Так, у нас по портальной части не все. Давай мы второй слайд тоже упомянем. А потом перейдем уже к меди. Так, значит, сейчас, может быть, какие-то вещи продублирую. Ну, Руслан, пока мне не было, это рассказал, но пробегусь все равно. Значит, что у нас появилась? Опция включения-отключения вот этого блока множественного выбора, да, то есть вот эти вот плашки, которые позволяют при нажатии включить тот или иной вид множественного выбора. Когда вы можете там, условно, лассо или просто протянуть по оси определенную выборку. Кому-то это мешало, потому что все время наглядно она видна на экране. Поэтому мы добавили опцию на график, можно отключить вот эту менюшку, чтобы она не выпадала. Так, дальше мини-диаграммы для визуализации карточек. Руслан, ты, наверное, показал, да, у тебя там был пример с KPI, которые раскиданы по определенному измерению. В общем-то, называется этот функционал еще Multi-KPI, то есть, в принципе, такая достаточно известная, удобная штука. Скоро появится там и сортировка по измерению. Далее, изменение цвета настройки для опций Scroll, то есть можно будет менять цвет самого вот этого блока скролла. Получение всех категорий для JS-визуализации, то есть раньше у нас получалось определенное количество категорий и, условно, все остальные попадали в дрилл. Сейчас получаются все, и, соответственно, вы можете более гибко настраивать свои JS-визуализации. Для визуализации кнопка добавили возможность управления текстом, то есть его направлением, шифтом, цветом и так далее. В общем-то, он, наверное, показал, да, и добавили возможность показывать подзаголовок для визуализации, то есть возможность указать под самим заголовком еще дополнительный текст, ну, может быть, какое-нибудь описание или указание к действию в рамках данной визуализации. Сделали закругление углов для визуализации, многие это просили, то есть теперь можно делать не только острые углы, прямые углы, а еще и закругленные. Сняли ограничение на количество полей в полках. У нас это ограничение было во всех визуализациях до 10 измерений. Сейчас ограничений таких нету, то есть вы на свой страх и риск добавляете столько, сколько нужно. Но мы даем рекомендацию для производительности системы не использовать больше 10, если у вас много данных в приложении. При доведении на связь в модели данных подсвечиваются связанные поля, то есть раньше нужно было нажимать на связь, сейчас просто нужно навести на нее, и тогда сразу для удобства подсвечивают связанные поля. Выделение нескольких визуализаций по нажатию кнопки Control, то есть в режиме редактирования, если вам нужно выделить несколько визуализаций, с ними сделать какую-нибудь общую манипуляцию, можно это сделать с помощью стандартного механизма, да, Control и кнопкой мыши. Так, ну и последняя наработка – это не блокировать фильтр при пересчете. То есть раньше, когда у нас пошел пересчет, например, какой-то фильтр наложился, да, и у нас все объекты перестраиваются, они блокируются на момент вот этого пересчета. Поскольку мы с фильтром работаем гибко, то есть это постоянный режим, когда ты выбираешь, что ты отфильтровал, отфильтровал в следующем фильтре, соответственно, удобно, когда у тебя есть доступ, ты не ждешь каждый раз при фильтрации, когда у тебя все пересчитается. Поэтому сделали возможность работать с фильтрами даже в момент их пересчета. Поэтому сейчас, когда модель считается, вы все равно можете накладывать дополнительные фильтры, таким образом ускорять получение того бизнес-резутата, который вы хотите от системы. Так, Руслан, из того, что я рассказал, есть что-то, что требуется показать? Я отсюда показал только первые три, получается. Давай про остальные тоже быстренько пройдем? Да, давай. Ой, я случайно отключил, сори. Так, видно ли экран? Да, все видно. Давайте быстренько посмотрим про JS-визуализацию. У нас добавилась новая опция получения другого формата данных, так скажем. По умолчанию у нас всегда было получение данных в формате дриллдауна, то есть мы получаем первую категорию и меру. И появляются стрелочки дриллдауна автоматически, можно перейти на следующую. Мы добавили возможность получения всех категорий, тогда данные будут приходить в табличном формате. Сразу все категории и все меры, которые вы указали. Есть два варианта получения данных. Нужно учитывать, что эти объекты, естественно, разные. Соответственно, когда вы пишете код, вы должны заранее понимать, под какой из этих сценариев вы пишете. Они одновременно работать не могут. Так, Сергей, расскажи, что там дальше. По плану. Так, один момент. Сейчас. Один момент. Момент. Там точно было про закругление гофт. Давайте пока на этом остановимся. Мы создадим визуализацию, отдадим ей какую-нибудь границу и фон, чтобы было заметнее. И давайте переложим в нее что-нибудь. Переложим в нее какую-нибудь меру. Например, вот эту. Вот она выглядит так. Добавилась у нас эта опция скругления углов. Можно задать единый параметр для всех. Например, 10. Можно задать кастомный параметр для каждого угла. Здесь, например, будет 5, 5, а снизу будет 10. Ну, или давайте 0, 0. Верхний будет острый, нижний будет гладкий. Ну вот, в принципе, уже здесь заметно. Давайте я включу границу потолще, чтобы было понятнее. Какого-нибудь яркого цвета, чтобы сразу заметно было. Ну вот, здесь уже лучше становится вид. Верхний острый, нижний, такие закругленные. Так, дальше. Значит, отключение опции множественный выбор. Это я показывал. Показывал. Настройки для скролла. Показывал. Изменение цвета. Первые три показывал. Так, дальше. Кнопка управления текстом. Да. Так, это на следующем экране. А здесь еще я вспомнил, что у нас есть подзаголовок. Второй уровень заголовка. И вот на примере визуализации, как это может выглядеть. Настраивается он здесь ниже. Под заголовком. Под заголовок, под заголовком. В принципе, все логично. Включаете, и вот здесь можете писать дополнительный текст. Там часто применяется, например, рекомендации. Наложить такой-то фильтр или что-нибудь вроде этого. Так, по кнопке теперь. Да. У нас здесь кнопка. У нее добавились настройки форматирования текста. То есть там шрифт, размер, alignment, цвет. Эти настройки не было. И мы их вернули, добавили. Теперь можно сделать в таком формате, что она при наведении становится красной и чуть побольше. Так, следующее ограничение в полках, я думаю, показывать мы не будем. Наведение на связь в модели. Так. Значит, нужно было нажать на нее, тогда она подсвечивается, сейчас она подсвечивается при наведении. И убрали наконечник в связи, потому что он, по сути, много информации в себе не нес, а путал людей иногда. Поэтому мы убрали наконечник, просто сделали такую полосочку между связями, между полями. Да, и давай покажем, Руслан, еще неблокировку фильтров. Если получится. А, показывал. Окей. Так, тогда идем дальше. Следующий блок. Следующий блок у нас посвящен как раз пикс-мете. Значит, какие изменения у нас произошли в пикс-мете? Во-первых, мы добавили возможность писать формулу на SQL. То есть, если вдруг чего-то не хватает в пикс-мете, вы можете спокойно на SQL написать те формулы, использовать те функции, которые есть в языке SQL. Руслан покажет это. Опция работает как переключатель, то есть в расчетном показателе вы можете выбрать, в общем, переключателя, что вы хотите сделать. Написать формулу на мета или на SQL. Для чего мы это сделали? Для того, чтобы была возможность, если чего-то не хватает, умеете написать это, пока мы это не добавили. Понятно, что постепенно мы будем в мету добавлять все новые и новые функции. Некоторые из них сегодня мы анонсируем. Но пока что, если чего-то недостаточно в языке, мы такую возможность оставили для вас. Новая функция появилась. Функция медиана. Новый агрегат. Также появилась новая функция агр. Уже в следующих релизах она будет агрегаться. Это аналог агро в языке сет-анализа клика, то есть то, к чему привыкли клиководы. Если говорить про Power BI, то это аналог саморайза. То есть фактически можно агрегацию считать в определенном разрезе, в определенном измерении, в одной функции. Так, дальше переменные в режиме редактирования PixMeta. То есть когда вы пишете, начинаете писать определенную формулу, у нас такая выскакивает подсказка. Мы называем это PixIntellicense. Подсказка, которая вам говорит, что вы можете выбрать определенное поле или определенную функцию, которая есть в языке. Ну и с помощью такого помощника достаточно быстро писать формулу. Вот добавили возможность и переменные там тоже выбирать. Ну и привели достаточно серьезную оптимизацию производительности. То есть формулы, которые пишутся в PixMeta, они считаются значительно производительнее, чем ранее. Руслан, давай покажем что-то из этого. Я предлагаю не все, поэтому давай покажем как минимум переключение на SQL и медиану. Видно ли мой экран? Да. Так, вот он. Посмотрим сначала на SQL формулах. Здесь добавилась отдельная галочка. Нажимаете SQL. Здесь нам подсказка, что вы можете писать формулы на синтаксисе SQL. При этом мы не проводим валидацию этого выражения. То есть здесь вы должны быть уверены, что вы пишете все корректно. Мы вам не сможем подсказать, где тут ошибка. Я выбрал достаточно непростой пример из кликхауса, поскольку у меня здесь в качестве хранилища кликхауса написала такую формулу, которая возвращает наиболее частое значение. По сути своей мода. Примерно мода. После того, как вы включаете галочку в эту SQL, у вас пропадает возможность создать общедоступный показатель. То есть эти формулы могут быть исключительно локальными. И пропадает вот это правое поле, где указаны функции PXMED. В основном все работает точно так же. Вы можете кликать на поле, они будут сюда подставляться. Можете писать здесь произвольный текст, задавать заголовок и так далее. Сохраняем. Что-то здесь сломалось. Сейчас поправим. Здесь вроде все корректно. Снимем фильтр. В общем, поверьте мне, оно работает. Давайте я просто не буду сохраняться. Ну не сейчас. Окей, форма работает. Да. Давайте дальше. А, следующий у нас медиан. Перейдем на следующую. Медиан работает у нас как стандартная агрегационная функция. Ничего в ней особенного нет. Просто передаем поле. Указываем поле, по которому будем считать медиану. Медиан, как все знают, значение ровно посередине, среди всех множеств значений. Она также может принимать в себе фильтры на сет-анализе, тоталы, то есть все любые модификаторы вычисления, которые у нас поддерживаются в системе. Все? Да, окей. Спасибо, Руслан. Идем дальше. Идем дальше. И у нас блок, связанный с ETL. ETL, коннекторами, загрузкой. Как я сказал, сегодня мы отдельно посвятим большой участок демонстрации нашего ETL, в том числе покажем и старые наработки. Но тем не менее, кто уже хорошо знаком с этим модулем, расскажу кратко про последние изменения. Ну, во-первых, мы ускорили загрузку данных. То есть сейчас данные загружаются через наш ETL значительно быстрее. Добавили нативный коннектор к Oracle. Сейчас у нас уже добавляется нативный коннектор к Hive. Мы сделали человеческие, понятные имена датасетов при подключении к ТВХ. Раньше там было написано датасет 123, сейчас написано условно продажи клиентам. То есть фактически мы видим название нашего датасета, а не его техническое поле, не его техническое название таблицы. Так, дальше. Показываем количество преобразований в ETL. Как вы знаете, у нас есть отдельный блок преобразований. Все манипуляции, которые делаются с помощью селл-сервиса, они сохраняются, их можно удалять, менять, менять очередность. И, соответственно, мы сразу видим, сколько этих изменений было сделано по тому или иному процессу загрузки набора данных. Добавились новые трансформации. Ну, сегодня мы все их рассмотрим. Сделали единую BD для файловых источников. Раньше у нас отдельный источник. Отдельный файл – это отдельный источник. Сейчас все сделали в рамках единой BD. Ну, что, в общем-то, правильно. И добавили инкрементальное обновление. Так, ну, сейчас предлагаю тогда, Руслан, перейти к демонстрации ТЛ. Единственное, что мы забыли показать тоже важные обновления – это визуализация карточка. Возвращаемся на шаг назад к нашей портальной истории. Давайте я сейчас быстро ее тоже продемонстрирую. Так, видно ли мой экран? Надеюсь, что видно. 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 Отлично. Так, собственно, я тогда на стенде покажу. Вот такая новая визуализация у нас появилась. Называется текст. Если мы ее переносим на экран, у нас открываются возможности настройки вот этого блока текста. Но если вдруг вам на дашборде нужно написать какой-то там трактат, может воспользоваться этой визуализацией. Что она позволяет делать? Ну, во-первых, мы можем здесь писать, да, что логично. Текст, текст, текст. Дальше мы можем изменить формат шрифта. Допустим, сделать текст вот таким. Можем увеличить его размер. Можем поменять цвет этого текста. Можем его отредактировать, закрасить, например, сделать вот таким. Можем дополнительно произвести изменения, допустим, по толщине, по наклону, подчеркиванию и так далее. В общем, все, что вам знакомо по Word, в том числе и с положения, да, влево-вправо, можно задавать списки. Можно вставлять ссылки, то есть на любой текст накладывается ссылка. То есть можно ее написать, допустим, yandex.ru и, соответственно, сохранить. Будет уже здесь возможность клика. И можно встраивать различные мультимедиа, то есть картинку, видео. Оно будет iFrame тоже вставлено в этот блок. Вот. Ну, в общем-то, как вы видите, много достаточно опций было сюда добавлено. Также есть возможность все изменения откатывать, то есть назад-вперед. Вот. Ну, собственно, сделали текст, сохранили. Вот он у вас на экране представлен. Вот такая вот новая доработка. Что-то хочешь добавить? Да, по тексту. Мы сейчас работаем над вставкой формул в этот текст. Здесь будет еще вот как добавление мультимедиа, ссылок будет еще отдельная кнопочка по добавлению формул внутри этого текста, которая будет, соответственно, пересчитываться. Ну, то есть будет такой вот, можно будет отчет в Word динамический наклепать. Да, да, ценные замечания. То есть фактически вы можете в текст вставлять рассчитываемые какие-то цифры. Вот. Это очень удобно для какой-то такой инфографической аналитики. Так, ну все, тогда переходим к ИТЛ. Так, я просто отлегся опять на чатик. Давайте перейдем к ИТЛ. Так, скажите, когда запустится мой экран? Запустился. Так, тебе там на пуст видать? Что показать? Да нет, я подряд пойду, если вдруг что-то из-за того не затрону. Итак, наша страничка наборов данных. Что мы здесь можем? Здесь у нас есть табличка, указаны наши наборы, некоторая атрибутика по ним. Наборы можно раскрыть, посмотреть, где они используются, кто их автор, ну и так далее. Чтобы добавить новый набор, нам достаточно кликнуть вот эту кнопочку. У нас открывается такой визорд загрузчика. Здесь мы выбираем тип источника. Текущие поддерживаемые типы — это REST API коннектор. То есть можем подключиться к любому REST API. База данных — это ClickHouse, CMS, KL, UDBC. Недавно добавили, кстати, Oracle и Postgre и SKL. UDBC, он среди вот этих пятерых особенной. Для него необходимо, чтобы на хосте, где стоит Pixbi, был необходимый драйвер. Ну и тогда этот драйвер можно будет здесь выбрать в интерфейсе, по сути, подключиться к любой СОБД, который имеет UDBC драйвер. И ниже идут файлы — CSV, Excel, JSON, XML и QVD файлы. Давайте посмотрим на примере Postgre SQL, как у нас выполняется настройка подключений и создание самого набора. При создании набора мы должны выбрать источник. Источник можно создать с нуля, вот здесь сейчас, а можно выбрать один из существующих. Давайте пока посмотрим, что у нас можно сделать с новым. Для источников Postgre, MS, SQL и ClickHouse доступны два варианта типа подключения. Это либо загрузка в хранилище, когда мы данные, по сути, копируем из вашей системы источника в наше внутреннее хранилище. И второй вариант, когда мы эти данные не копируем, а обращаемся всегда за расчетами напрямую в ваш источник. Это вариант прямого подключения. Еще раз повторюсь, он доступен для Postgre, MS и ClickHouse. Дальше необходимо ввести атрибуты подключения. Это название источника, пользователь, пароль, хост, порт. Ну, вот эти стандартные все параметры. Я буду использовать уже существующий, поэтому выберу его просто здесь из списка. После того, как выбрал, я проверю, что он... Connection у меня устанавливается, связь валидно. Нажимаю «Подключиться». Перехожу на стадию набора. Давайте введем здесь. У меня уже есть какая-то заготовка-2. Можно ввести описание, но не обязательно. Нажимаем «Создать». Итак, мы попадаем на интерфейс нашего ETL, где мы можем выполнять некоторые преобразования. Слева мы видим навигацию по СУБД. Поскольку мы подключились к СУБД, здесь видны схемы, к которым мы имеем доступ. В данном случае это две схемы, но я остановлюсь на первой. Ниже указаны объекты. Из этой схемы здесь перечислены таблицы View и MatView, которые в этой схеме присутствуют. Давайте попробуем что-либо подгрузить. Например, вот таблицу «Заказчики». Запустите. Я, во-первых, должен был сюда написать скейт-запрос. Но если я писать скейт-запрос не умею или, в принципе, понимаю, что мне не надо ничего сложного писать, я просто хочу условно селект звездочка, то мне достаточно просто кликнуть на плюсик. Давайте еще раз продемонстрирую. И тогда сюда встанет полностью скейт-запрос. И второй вариант. Когда мне нужна не селект звездочка, а селект каких-то конкретных полей, но не всех. Тогда я его просто так накликиваю, и вот селект, в принципе, сам сформировался. Давайте вернем селект звездочку. Нажимаю «Запустить». Так, вот пришли к нам наши поля. Что мы можем дальше делать? Далее мы можем... Давайте нажмем на стрелочку, она есть у каждого поля. Мы можем настроить сортировку по этому полю, по возрастанию, по убыванию, или наложить фильтр. Наложение фильтра происходит в формате фильтра, который есть в полках визуализации. То есть здесь уже захоткожено поле, которое мы выбрали. Дальше идут маски. Ну и там затем уже можно выбрать какие-то значения или эту маску настроить. Дальше мы можем играться с типами. Мы распознаем типы автоматически. Мы берем их из источника и стараемся смейпить с теми типами, которые мы поддерживаем. Если этот мейпинг не удается по каким-то причинам, то мы приставляем текст. И если вдруг мы ошиблись, что-то там не распознали, то вы можете явно это все поменять. Вот так, например, здесь на Business Unit вроде бы единичка. Я могу зайти и поставить здесь, например, нумерик, целочисленный тип. И вот он применился. На этой стадии можно переименовывать. Двойной клик по заголовку открывает нам окошко для редактирования названия этого столбца. После того, как мы все сделали, что-то добавили, нажимаем галочку, вот оно у нас подтвердилось. Мы сейчас уже на данный момент сделали два преобразования. До этого поменяли тип данных и изменили название. Заходим на вкладочку «Приобразование». И вот здесь они у нас запомнились как раз в том порядке, в котором мы их применяли. То есть теперь в дальнейшем при перегрузке этого набора будет всегда выполняться на первом шаге изменение типы данных у поля Business Unit, а затем будет переименовываться столбец «Адрес номер». Именно поэтому можно наложить сначала фильтр, например, по «Адрес номер», а потом его удалить. Фильтр все равно при этом будет применяться. И теперь переходим к таким более advanced темам. Кстати, да, их можно удалять. Большинство наших преобразований, большинство наших трансформаций, они открываются по ПКМу, правой кнопкой мыши. Они могут применяться как на один столбец, так и на несколько. Чуть дальше покажу, как это можно сделать. Из доступных опций можно удалить столбец, можно сохранить столбец, или, что равнозначно, удалить другие столбцы. Мы этот столбец оставим, а все остальное удалим. Это выгодно, когда у вас здесь написан запрос, который возвращает динамическое количество полей, ну, опять же, там, а-ля «Селект звездочек». И в следующий раз вернулось там лишнее поле, вы не хотите, чтобы оно дальше в джавар попадало. Вы нажимаете «Удалить другие столбцы», и тогда вот эти столбцы сохранятся, независимо от того, сколько еще потом в будущем появится. Столбец можно задублировать, появится просто его копия с названием, там, единичка здесь, в скобочках. Изменить тип – это те, кто не тыкнули сюда, могут зайти и поменять тип отсюда. Строковые преобразования. Текст можно приводить к нижнему регистру, к верхнему. Есть еще также параметр извлечения текста. Слева, справа, между, до, после разделителя можно извлечь кусочек какого-то текста. Также есть замена значений. Здесь, допустим, четыре нуля. Давайте их уберем, заменим их на пустоту. Заменить. Ну и вот. А, здесь уже три нуля. Ну, в общем, вы поняли, да? Вот здесь четыре нуля, а здесь схопнулись в пустоту. Идем дальше. Столбцы можно разделять. Ну, давайте вот здесь вот заменим сначала. Допустим, я отсюда хочу фил вытащить. Заменим IP пробел на пустоту. Предположим, что здесь все IP. Дальше снова заменим значения кавычки, кавычки на пустоту. А теперь сделаем разделить столбец по пробелу на три столбца. Нажимаем ОК. Ну, предположим, что у нас, опять же, у всех есть только фамилия и имя, отчество. Нету там двойных отчеств и так далее. Хотя они действительно есть, вот видите, да, есть кто-то с пустыми, кто-то с инициалами. Ну, в общем, суть, я думаю, вы поняли. Вот в таком формате можно эти преобразования проводить. Давайте вернемся к нашему первому столбцу, чтобы смотреть, что у нас здесь еще есть. Есть возможность удаления дубликантов. Тогда просто останется каждое первое вхождение этой записи. Единственное, надо понимать, что это все делается на SQL, и он возвращает данные, может, в рандомном порядке. Поэтому, если вы хотите явный порядок, то лучше на предыдущем шаге сделать сортировку. Тогда будет удобно. Отменить свертывание я покажу на другом примере. Он немножко сложен для понимания вот в таком формате. Так, есть абстракция, она грубая. Допустим, это вариант self-service, если рассмотреть. У вас обычный пользователь хочет посчитать какую-то агрегацию на этапе загрузки. Он не умеет писать там, грубая, да, вот здесь какие-то агрегации. Он может это сделать в таком нативном формате через накликивание. Он выделяет те столбцы, по которым он хочет эту группировку осуществить. Нажимаем группировать по. Если что, здесь можно эти столбцы еще добавить. Создадим столбец количество. Это будет каунт от Андре Самберов. Можно этих агрегаций также создать несколько. Нажимаем ок. Ну вот, в таком формате грубай осуществился. Так, давайте откатимся. А, да, кстати, у нас все преобразования, которые имеют настройки, настройки в виде поп-ап, которые вылазят, их можно редактировать. Например, забыли, я добавить еще одну агрегацию. Возвращаюсь. Здесь что-то пишу. Channel, не знаю, Min. Ну вот, здесь еще что-то добавилось. Все преобразования, их можно редактировать. Давайте откатим это изменение, вернемся к прошлому состоянию. Что у нас здесь еще есть? Есть функционал, который называется заполнить. Это штука, которая заполняет пустоты. Заполнить можно вниз или вверх, то есть в предыдущем или следующем значении. Заполнить пустоту. Так, есть преобразования, которые относятся не к колонкам, а к таблицам. Эти преобразования называются, они у нас размещены вот здесь. Это создание нового столбца. Здесь просто на синтаксе SQL можно задать новый столбец. Ну, не знаю, там, например, concat, concat чего-нибудь с чем-нибудь. Кстати, вот я не помню, в пасгрессе concat так называется или не так. Ну, давайте проверим. Адрес, номер, ну, не знаю, и текст 1, 2, 3. Так, и вот, да, вот он создался. То есть можно выполнять любые функции писать, которые поддерживаются источником, потому что это выполняется на стороне источника. Дальше, абстракция над join-union. Вот у вас зафиксировано здесь первое поле, выбрано поле, по которому будет осуществляться join. В данном случае join выполняется только по одному полю. Вы выбираете другой набор. Здесь из ограничений есть только то, чтобы... Если у вас первый набор, которым вы сейчас join выполняете, он с типом загрузка в хранилище, то и второй набор должен быть с типом загрузка в хранилище. Если первый на прямом подключении, то и второй должен быть на прямом подключении и из того же самого источника. Есть два ограничения. Выбирается тип join-a, left, right, ну и все, здесь выбирается поле, по которому join будет осуществляться. С union-ом история похожая. Тоже открывается по папочек. Вам необходимо выбрать таблицу, с которой вы будете объединяться. Можно выбрать union или union all. По сути, сохранить дубликаты или удалить дубликаты после union-а. И также есть настройка, которая позволяет неточный union производить. То есть, если у вас две таблицы, они не идентичны по составу полей, то у вас есть выбор. Либо расширить ее до количества уникальных названий колонок, либо отобразить вообще все столбцы. То есть, не считать уникальными, а все вариации столбцов указать. То есть, там, где столбец, например, в этом поле нету столбца airline-id. Когда мы сделаем отобразить все столбцы, то это поле здесь появится, и все строки, которые отвечают к верхней таблице, будут заполнены пустотами, а нижние будут заполнены соответствующими данными из этой колонки. А если только совпадающие, то, соответственно, выберут только те колонки, которые есть и там, и там, и только они отобразятся. Так, а что еще у нас можно сделать на этой стадии? Есть у нас кнопочка регламент обновлений, здесь мы его включаем, выбираем таймзону, вводим крон. Если вы не можете ввести крон, как я сходу, то вы делаете это в таком нативном формате каждый день в 10.00. Все, крон тут сам подставился, нажимаем сохранить, полетели. Будет обновление происходить согласно вот этому расписанию. Далее, когда вы все уже заполнили, расписание установили, дальше вы нажимаете загрузить, сохранить, в этом случае данные перекачиваются в наше внутреннее хранилище, а есть вариант еще просто сохранить, в этом случае данные не перекачиваются, просто сохраняется вот этот идеальный процесс, который здесь осуществился, но данные пока недоступны будут для использования в визуализациях. Ну, условно, вы сегодня не до конца завершили процесс, не хотите загружать, нам ресурс тратить, вы просто сохраняете, завтра продолжаете и потом уже, когда уже все завершили, нажимаете сохранить. Ну и кнопочки удалить и отмена, просто выйти из режима редактирования без сохранения, удалить, соответственно, удалить набор. Давайте перейдем к... А, кстати, здесь еще вот из последних фичей, таких небольших, но тоже удобных. Это мы сделали вот эту расширялку для SQL-поля, для поля ввода SQL. Так, давайте выйдем в страничку всех наборов. Я хотел показать сначала один кусочек, связанный с логами. Вот у нас есть старенький набор, давайте перейдем в него. И вот у нас здесь у каждого набора есть история перегрузки, как он обновлялся, да. Здесь указано, когда, кто это обновление запустил, и его статус. Загружено, значит, все успешно, бывают вот какие-то ошибки. Можно его раскрыть, посмотреть. У нас здесь есть несколько этапов. Здесь начало, потом мы посчитали, сколько у нас записей будет. Подключаемся, начинаем выкачивать. Подключаемся к внутреннему хранилищу, начинаем закачивать эти данные. Вот есть статус, что все завершилось успешно. Если случилась ошибка, то мы здесь скрываем и видим, что на первом же шаге, по сути, он отвалился в ошибку. Ошибка в порт 9000, что-то там с ним не так. Здесь можно отслеживать, какие у нас ошибки происходят. И последнее, наверное, что я хотел бы показать, это отмена свертывания столбцов. Я вам говорю, что мы его коснемся чуть-чуть попозже. Я загрузил Excel. Так вот, введем ему имя такое. Имена, кстати, у наборов должны быть уникальные. Вот, и мы видим вот такую Excel. В первой колонке у нас менеджер, и дальше идет столбцами данные за каждый месяц. Вот у нас за первый месяц, за второй месяц, за третий месяц. И что очень удобно для человеческого восприятия, когда мы в Excel сидим, но очень неудобно будет в BI это все заводить. Допустим, вы сегодня это загрузите, вы хотите сумму посчитать по каждому менеджеру. Вам нужно будет складывать все три колонки по каждому менеджеру, а завтра появится еще одна дата. Заходите в формулу, добавляйте дату. Ну, в общем, понятно, да, это все неудобно. Для этого нужно перевести это в нормальный вид, в вид, где у нас вот это будет атрибутом, а это будет значением. И дальше мы будем там в одну эту колонку суммировать. Для этого у нас есть функция, это отменить свертывание столбцов, которая позволяет n колонок перевести всего в две колонки. Это колонка атрибут, колонка значение. Нажимаем отменить свертывание выбранных столбцов. И вот оно у нас превратилось в такой вариант. Здесь у нас атрибут и value. Дальше их там уже каждый переименует так, как ему нравится. Это у нас имеет тип дата. Давайте ему такую и проставим. Все, дата сохранилась. Это значение, оно уже и так стало числом. Внимательные слушатели скажут, что я сейчас сделаю не очень оптимально, потому что здесь остается проблема, что завтра появится новая колонка, а я зашился только на эти три. Для этого у нас тоже есть решение. Мы выбираем те колонки, которые мы, наоборот, хотим оставить. И там кликаем уже отменить свертывание других столбцов, то есть всех остальных. И теперь мне не страшно, что добавится там новая колонка, она точно так же попадет под этот pipeline и вот встанет вот сюда. Для Excel, ну, для файлов подобных наборов у нас доступны еще некоторые другие трансформации. Это удаление строк, сохранение строк. Удаление строк, если у вас там, вы знаете, что всегда отступ есть две строки в Excel, вы не хотите их сохранить, вы нажимаете удалить строки. Или наоборот, когда вы знаете, что нужная вам информация всегда хранится в первых пяти строчках, они же уже вам не важны. Вы нажимаете сохранить строки. И есть трансформация в верхнюю заголовки, просто первую строчку переводят в заголовки. Кстати говоря, эта трансформация применяется всегда первой, когда вы загружаете Excel. То есть мы всегда ожидаем, что на первой строчке будет заголовок. Ну, соответственно, могут быть ситуации, когда это не так, и здесь будет какая-то ошибка. Также мы занимаемся простановкой автоматических, автоматически вот эти типы данных оставляем. Когда вы грузите Excel, мы на основе первой тысячи строк, не Excel, а файл. На основе первой тысячи строк мы стараемся понять, какой это тип данных может быть, и проставляем его. Опять же, могут быть ситуации, когда мы не угадали, тогда вам следует проставить его самостоятельно. Последний момент, наверное, который я хотел бы тоже подсветить, ну, не особо глубоко выдаваясь в подробности. Для файловых источников у нас есть две вариации загрузки. Это выбрать файл, когда вы грузите файл со своего компьютера. И второй вариант – это указать путь на сервере. То есть это путь относительно хоста, где стоит BI. Его можно указать в явном виде, то есть прям путь до конкретного файла. А можно указать маску. И в случае указания маски будет загружаться несколько файлов. И мы будем считать, что эти файлы однотипные. И будем как бы union друг к другу подставлять. То есть получится такое веретено из файлов, из данных этих файлов. Все. На этом, наверное, я закончу. Есть ли что-то, что я забыл? Спасибо. Большое. Есть момент один. Правда, он из портальной части, которую мы забыли показать. Это аналитическая записка. Давай тоже покажем. Она у нас появилась. По-моему, мы ее раньше не демонстрировали. Да. Там был вопрос по функциональности, который касается аналитической записки. Вот, собственно. У нас появился такой чатик справа. Он действует на уровне приложения. Ну и, соответственно, он... Давайте еще посмотрим, как его можно использовать. Я накладываю какие-то фильтры. И пишу, мне очень нравятся эти показатели. Ну, я не знаю, в общем, какой-то комментарий свой. Эти показатели. Дальше я могу тегнуть кого-либо используете, кто имеет доступ к этому приложению. И тогда для него это будет подсвечиваться здесь иконочка, так что ему надо зайти, что-то прочитать. Могу вставить сюда картинку. Сейчас поищем что-нибудь. У меня вроде были здесь иконки. Ну, в общем, вот эту ставим, например. Отправляем сообщение. Так, здесь она, видимо, не отправится. Давайте попробуем здесь. Сейчас надевай, может, астейджи покажи. Астейджи тоже нет. Нет, по-моему, есть, есть. Нет, вот он, астейджи. Ну, в общем, да, здесь отправляется сообщение. Сообщение здесь в чатике находится. У сообщений из атрибутов есть треды, да, то есть на сообщение можно ответить, как бы продолжить прям в ветке какое-то общение. И каждое сообщение запоминает состояние, при котором оно было написано. То есть пользователь, которого вы тегнули, зайдет, и он может сначала не понять, о чем речь, так, чтобы о чем вы говорите. Но на сообщении есть такая иконочка закладки, вы на нее кликаете, и у пользователя восстанавливается дашборд на тот момент, на который вы писали этот комментарий. То есть он сразу понимает, ага, наверное, речь шла про это. То есть уже легче понять, о чем разговор был. Да, ну я расскажу как раз, почему может не работать, потому что у нас ведутся разработки новой функциональности по этому блоку. Мы планируем, во-первых, тегать не только конкретного пользователя, а группу. Это первый момент. Второй, сделать так, чтобы эти комментарии видели только ограниченные пользователи, то есть те пользователи, которые выбраны. Опять-таки по какой-то маске, например, или выбрать группу определенную. И третье, это помимо фильтров, помимо дашборда, указывать еще и визуализацию, на которую хотел обратить внимание комментатор. То есть будет возможность при нажатии комментария увидеть, как эта визуализация обводится каким-то, не знаю, по периметру, да, каким-то цветом. Так, чтобы, если у вас большой дашборд и множество различных показателей, сразу можно было фокусно посмотреть, а что именно имел в виду аналитик, который решил прокомментировать. Так, еще один момент, Руслан, который мы забыли показать, сейчас я тоже его продемонстрирую, это инкрементальное обновление. То есть мы добавили в регламентные обновления еще и инкремент. То есть помимо включения этого крона регламента, по которому обновляется, можно еще добавить инкремент. То есть выбрать определенное поле, по которому будет считаться нарастание данных. И, соответственно, будет производиться загрузка не всех данных, а частично. Вообще, в целом у нас достаточно сильно поменяется интерфейс. Интерфейс, то есть сейчас он такой, совершенно базовый, мы на этом не фокусировались, но будет меняться в лучшую сторону. То есть интерфейс, вот эта часть по модификации наборов, она будет сильно доработана и визуально выглядит приятнее. С точки X, с ней будет работать гораздо удобнее. И ключевое, что касается ETL, в этом году мы делаем фокус на этой функциональности. Это связано как раз с вопросом, который там в чате был. Это объединение данных из разных источников. Можно ли его делать сейчас? Для того, чтобы данные из разных источников объединить, нужно загрузить один набор из одного источника, второй набор из другого источника. И дальше в рамках именно работы с хранилищем данных, то есть хранилище данных выбирается как источник, мы можем вот эти таблицы джойнить, как-то объединять, вместе их прорабатывать. То есть они уже должны находиться внутри одного источника хранилища. Но мы собираемся добавить DataFlow. Это такой интерфейс, который идет над наборами, над вот этим интерфейсом, который вы сейчас видите, и представляет из себя такую общую карту трансформации. То есть это цепочка различных трансформаций, причем их может быть несколько, то есть фактически на одном экране вы можете запустить, разработать трансформацию всех данных, которые вам нужны для того или иного приложения. И получается так, что вы можете сразу с приложения перейти в полноценные настройки всего процесса ETL данных для этого приложения. Соответственно, разные трансформационные шаги будут объединены такими стрелочками, ну, чем-то это похоже на вот то, как у нас модель представлена, только каждый вот этот объект, между которыми идет соединительные стрелочки, это будет редактирование на определенном этапе, то есть фактически то окно, которое сейчас видите вы в нашем классическом ETL. В таком случае, вот, собственно, на этом этапе мы уже можем говорить о том, что данные могут для пользователей грузиться из разных источников и в рамках одного единого процесса объединяться. Вот, ну, собственно, следующий шаг, это уже вопрос как раз с перехода к рудмэпу. Сейчас мы его тоже немножко обсудим. Мы немного выбились из тайминга, но я постараюсь быстро приближаться хотя бы по основным моментам. Так, запускаю демонстрацию, секундочку. Так, собственно, сейчас про то, что будет ключевое в 2024 году. Пока что верхний уровень, вот так скажем. Мы начали работу над дата-каталогом. Это интерфейс, который позволяет пользователям достаточно быстро, бизнес-пользователям быстро искать те данные, которые им нужны в хранилище. По сути, это некий рубрикатор с различными тегами, с рекомендательной системой, который позволяет бизнес-пользователю, который не разбирается в хранилище, не готов в хранилище искать данные по названиям табличек, он достаточно быстро с помощью рубрикатора находит то, что ему нужно. Например, какому-нибудь бизнес-пользователю дали задачу проанализировать продажи и найти корреляцию с маркетинговыми акциями, которые проходят. Он заходит в этот интерфейс, быстро набирает продажи, и, собственно, ему сразу открывается набор различных вариаций тех продаж, которые есть, с описанием, с указанием дат, обновления, фактически с полным профайлингом тех или иных наборов. Он выбирает этот набор, который показался ему более предпочтительным, и тут же видит рекомендации, с какими другими таблицами часто используется этот набор данных. Например, мы грузим продажи, и система нам сразу же подсказывает, что эта таблица часто используется со справочниками, сотрудники, номенклатуры, типы товаров. И пользователь сразу же может дальше выбрать дополнительные наборы для своего моделирования. Ну, там будет множество опций с фильтрацией, с поиском, с четким поиском, что, в общем-то, позволит достаточно быстро по нашему хранилищу путешествовать уже через, скажем, очки бизнес-пользователя. DataFlow в ETL. Ну, то, что я вам чуть ранее рассказал, да, карта трансформационных действий. Сейчас у нас уже такая активная стадия проработки этого вопроса. Я думаю, что в ближайших релизах мы уже первые наработки покажем. Мы планируем интегрировать Python и в ETL, и в интерфейс, то есть для каких-то сложных расчетов, для задач информационной статистики, можно будет использовать Python. Как в ETL для трансформации, для расчетов, каких-то сложных показателей предрасчетных, так и в интерфейсе. Обновленный дизайн. Я уже сказал, что будет обновленный дизайн по ETL. Вы уже увидели новый дизайн нашей страницы входа, мобильного приложения. Ну, на очереди у нас идет дашборд, да, и визуализация фактически вот все, что связано с видом дашборда и настройками этого дашборда. То есть все это будет преобразовано. Постепенно будем эти изменения вводить уже в ближайшее время. Новые визуализации. Мы планируем разрабатывать много визуализаций новых. Примерно план такой, что мы в квартал добавляем 5 визуалов. В зависимости от сложности тех или иных визуализаций, понятно, что мы можем где-то ошибиться и добавить 3, если одна из них будет какая-то сверхсложная. Касательно визуализации стоит отметить еще и работу нашу над геоанализом. То есть мы планируем стать лидером в этом направлении, поэтому геоаналитика у нас будет на уровне кликовского геоанализа. Можно будет управлять слоями, то есть фактически на геокарту накладывать различные слои с дополнительными данными. Дороги, метки, там и прочие-прочие дополнительные указатели на карте. Райтбэк. Многие спрашивают про эту функциональность. Это возможность обратной записи в хранилище из интерфейса BI. Мы добавим такую возможность для прямой таблицы. То есть в прямой таблице можно будет создавать те поля, в которых можно писать либо текст, либо число, либо сделать, например, выпадающий список или переключатель. Таким образом можно производить минимальное обратное общение пользователя с источником данных. Например, вбить плановые показатели или, например, одобрить, не одобрить какой-нибудь бюджет и так далее. То есть таким можно будет делать минимальный workflow. Так, следующее. Развитие языка PixMeta. Ну, как видите, мы уже сделали одну из таких ключевых функций agar. Скоро она выйдет. Не вот в текущем релизе, но в следующем уже появится, в следующей бете. Ну и достаточно много других изменений. Сейчас мы начали, например, работать над модификатором единичка. Аналог единички в клике. Это игнорирование всех фильтров внутри формулы. То есть можно сделать так, чтобы формула игнорировала либо какие-то конкретные фильтры, либо, это уже сейчас можно, либо игнорировала все фильтры, кроме конкретного указанного, либо, в принципе, игнорировала все фильтры. Такая важная функциональность. Ну и, на самом деле, если в рутмэпе нашем, посмотрите в детальном, по мете у нас будет множество изменений. Мы оптимизировали процесс разработки формул, поэтому мы планируем сделать в этом году такой качественный рывок. Аудит приложений в админке. Ну, уже вы видели, мы это добавили. Нативный коннектор к 1С. Всегда говорю, что мы с 1С умеем работать. Есть разные способы, разные варианты. Есть даже партнерские коннекторы, которые мы поддерживаем. Но, тем не менее, мы планируем добавить и свой нативный коннектор. У нас как-то вся эта история переезжала периодически. Еще в прошлом году мы планировали это сделать. У нас уже, так скажем, разработан алгоритм, как мы это планируем создать. В общем, понятно, как это делать. Нужно просто время. Поэтому постараемся в этом году приоритизировать и в первой половине, в первом полугодии выпустить. Развитие интеграции с GPT. У нас, как вы знаете, многие знают, многие не знают, есть уже встроенные возможности использования чата GPT. Сейчас мы работаем над тем, чтобы перевести на GPT от Яндекса и от Сбера. Это возможность написания формулы мета языка. То есть можно на человеческом языке задать вопрос, как написать формулу такую-то, такую-то, такую-то. И система уже в виде PixMeta публикует, предложит, с учетом синтаксиса правильного, предложит саму формулу, которую нужно просто скопировать. Что мы планируем дальше делать в части, в принципе, использования и GPT, и технологий, так скажем, связанных с искусственным интеллектом? Это автоматическая связь моделей данных. То есть мы хотим сделать автоматическую сборку моделей по анализу полей, которые в загруженных данных есть. Ну и, соответственно, сделать такую рекомендательную систему по связям. Можно будет связи, соответственно, автоматически простроить. И следующий шаг – это инструментарий, который позволяет генерировать различные визуализации. То есть система будет предлагать визуализации под запрос пользователя. Ну, к примеру, я спрашиваю, мне нужна маржа за предыдущий год в сравнении с текущим годом. И система, анализируя мой запрос, предлагает мне саму визуализацию с уже рассчитанной формулой. Следующий блок – это регламентная отчетность. В этом году возьмемся усиленно за это направление. Это создание гибкой отчетности, сложно настраиваемой отчетности. Наверное, это не отчетность для налоговой, но, тем не менее, можно более гибко подготовить отчет в отличие от Dashboard. Как минимум, будет Pixel Perfect размещение объектов, на нем добавление различных опций дополнительных, так, чтобы можно было собрать отдельную версию Dashboard в предпочтительном для выгрузки виде. Pixel Perfect – мы сделаем альтернативный вариант Dashboard, то есть можно будет работать с сеткой, как сейчас, собственно, с адаптивным интерфейсом. Можно будет делать кастомный Dashboard, как в многих биосистемах российских есть. Мало кто работает с сеткой, не все это смогли реализовать. Мы изначально фокусировались именно на адаптивности, но, тем не менее, для тех клиентов, для тех пользователей, кому нужен супер-мега-точный по пикселям отверенный Dashboard, который не будет масштабироваться под устройство, можно будет это сделать. Причем это можно будет сделать в рамках одного приложения. То есть один Dashboard может быть с адаптивной версткой, с сеткой, другой Dashboard может быть уже в Pixel Perfect режиме сделанном. Там можно будет наслаивать отчеты друг на друга, по пикселям их двигать, ну и, в общем, заниматься стандартным таким кастомом. Вот. Это по таким основным стримам. Есть коннектор к Парусу, я вижу вопрос. Не думал, что эта компания еще существует, но, по идее, Парус работает, по-моему, на СУБД, на MS-SQL, поэтому можно, в принципе, к нему без проблем подключаться. Я проблем не помню. Я просто к Парусу подключался очень давно и точно не к XBI. Но в целом вопрос можем разобрать и ответить уже более точно вам. С вами отдельно свяжутся и скажут, если это не шутка, конечно. Так. Примерный срок появления коннектора 1С. Как я сказал, планируем на первые полугодия. Но здесь, как вы знаете, мы иногда немного рекструктурируем наш roadmap, потому что появляются клиенты, которым что-то нужно в первую очередь. Мы, естественно, ориентируемся на тех клиентов, которые с нами уже работают. Поэтому, если вы становитесь одним из них и говорите, что вам нужен 1С-коннектор, естественно, мы будем это приоритизировать. Так. Ну, касательно roadmap. Я думаю, что сейчас мы прям детально в него погружаться не будем. Просто покажу, что мы его немного переработали, формат его изменился. То есть сейчас у нас есть такой блок, связанный с основными разработками. Вот верхний, да, я сейчас не знаю, есть ли здесь возможность выбирать на экране что-то. Да, есть. То есть вот этот блок, да, это блок основных разработок, то, что связано с порталом, с основным продуктом. Здесь же выделен блок с ETL, он отдельно идет, и PIX метод. Ну, то есть три таких основных стрима нашей работы. Как вы можете посмотреть по этим пунктам, да, мы стараемся идти плотно именно по тому плану, который сфиксировали. То есть мы сегодня вам показали воронку. Sunkey у нас уже почти-почти готов. Сейчас уже разработан радар, и мы взялись за работу над визуализацией 3Map. То есть, в принципе, к концу квартала все вечные визуализации мы сделаем. Data-каталог. Уже сказал, что взялись. Отправка дашборда другому пользователю. Вот как раз у нас попала в очередной спринт. То есть мы это тоже быстро сделаем. Это возможность одного пользователя отправить дашборд другому пользователю. Например, аналитика отправилась ему руководителю. Дальше. Расширенная геоаналитика. У нас она будет идти в несколько этапов. В течение года мы будем добавлять новую-новую функциональность. Но вот в первом квартале выйдет первый такой блок, связанный с геоаналитикой. Ну, как раз ключевая особенность геоанализа – это добавление слоев. То есть можно будет на карту любую. Подложку вы можете уже сейчас любую ставить, добавлять различные объектные слои. Новый дизайн. Уже сказал, продемонстрировали. Значит, проброс авторизации пользователя в источник. Многим это нужно, многие визуальники это хотят. Мы это делаем. Уже в следующем релизе у нас это будет. Так, условное форматирование всех визуализаций. Тоже сегодня упомянули, не показали, правда, но смотреть не на что. Просто можно будет красить что угодно по любым формулам. Возможность переопределения набора данных, используемых в приложении. Тоже многие это просили. Это возможность, когда у вас в приложении собрана модель, нужно переопределить другой источник, другой источник в хранилище. Это можно будет сделать. При этом не нужно будет как-то модель пересобирать. Это уже в работе. Экспорт правил безопасности. Сегодня упоминали. Это уже готово. Закругление визуализации тоже готово. Но теперь переходим к ETF. Фактически все пункты, которые в roadmap у нас указаны, основные, сегодня мы их осветили, вам показали. В следующей бете часть из них точно уже будет. Коннектор Hive уже разработан. Пакет на обновление наборов. Возможность создать очередь в планах на конец этого квартала. Использование набора данных как источника. То есть фактически можно набор данных определять на основании другого набора данных. Это у нас тоже в работе. По Pixmeta. Агрегацию мы уже сделали. В следующую бету она попадет. Возможность игнорирования выборок единички, аналог единички в выклике мы уже практически сделали. Тоже надеюсь, что в следующую бету попадет, уже скоро увидите. Ну и следующее, к чему мы приступим, это аккумулирование функции accumulate в Pixmeta. То есть накапливание данных. Это что касается первого квартала. Но он такой сокращенный. Здесь есть много таких ключевых вещей, за которые мы взяли из датакаталог. Поэтому он не самый длинный по описанию. Второй квартал уже более насыщенный. Я думаю, что сейчас мы по нему прям пробегаться не будем, потому что у нас уже времени не хватает. Но если отдельные элементы вам интересны, можете сейчас в чате написать, я про них могу рассказать подробнее. Либо позадавать вопрос. У нас 5 минут точно есть, я поотвечаю. Я, Руслан, поотвечаем. Так, вопрос. Есть ли в планах кастомный коннектор по поступлению драйверов? Что это значит? Это про ODBC коннектор? Он есть. Презентацией поделимся. Не вопрос. Мария, привет. Рад тебя видеть. Конкурентный анализ. Так, что еще? Да, коллеги, тоже, чем мы отличаемся от остальных вендоров? Никого не видел подробного ротмэпа. Мы не скрываем те планы, которые у нас есть. Единственное, в ротмэп, естественно, не попадают все маленькие детали. Так у нас порядка сейчас 400 пунктов в плане разработки. Те, которые здесь приведены, это, наверное, основные, такие интересные, заманчивые. Поэтому мы их вот так вот добавляем отдельно в ротмэп. Но, тем не менее, у нас, мне кажется, самым подробным на российском рынке. КТЛ докрутить ML. На самом деле, интересная идея. У нас в роботах ML достаточно серьезно так встроен. И наш технический директор, Кирилл Серов, достаточно плотно это направление прорабатывает. По ML у нас большие планы, в том числе в сотрудничестве с Яндексом. Там они нас и к себе зовут выступать, и к нам приезжают. Поэтому я думаю, что прорвемся. Если есть идеи конкретные по ML в UTL, можете просто лично мне написать. Я проанализирую и разберу. Так. Отдельная утилита для миграции. Да, что будет включать? Ну, фактически это возможность переброски, утилиты перебрасывать приложение с одного стенда на другой. Приложение, возможно, данные. Так, чтобы, например, с тестового стенда, с дев-стенда можно было сразу все автоматически перенести на, например, продуктив. Сейчас это приходится делать через экспорт, который у нас не очень хорошо работает. Как я говорил, мы планируем это направление развивать. И в первом, в начале второго квартала мы закроем вопрос с экспортом через файл. Ну, соответственно, утилита позволит это делать просто автоматически. Просто файлом не очень удобно перебрасывать, потому что, если изменения часто происходят, можно умереть, этот файл туда-сюда носить. Вот, утилита просто позволит этот коннекшн сделать автоматически. Так, значит, вопрос N из N в топ планируется. Не очень понятно, что значит N из N. В топ N у нас, в принципе, есть. То есть, конкретно, сколько в топ добавить и что добавить в другое. Это другое можно включать и отключать. Есть в плане фильтрации по-другому, то есть, можно отфильтровать другое. И, собственно, допустим, там пайчарт, которым это применяется часто, можно будет уже сделать дрилл в этом пайчарте и посмотреть другое уже в том же разрезе с Tupen. Можете пояснить просто, что это? А, топ-3 сотрудника из топ-3 департаментов. Это можно сделать как минимум функцией агрегационной, если это про функционал какой-то конкретной визуализации, то есть такой селл-сервисный. Надо подумать, какой. Руслан, как думаешь, где это может быть применимо у нас? У меня пока кроме агрегации что-то идеи нет. Можно, да, формулами. Только у нас пока нет, наверное, формул, которые бы полностью покрыли этот функционал. Ну, что-то типа топа, отфильтровать три департамента, а потом его еще отфильтровать тремя сотрудниками. Так, про регламентную отчетность. Будет реализация с разметкой внутри нативных форматов, выгрузки и разметка на экране с тупым набором компонентов. Так, начну с последней части. Связь с настроенными визуализациями. Как это, например, было в клике, да, там есть инструмент создания визуализации, и можно, собственно, прыгнуть из визуализации в конкретно дашборд, да, когда презентацию сделали, на нее накинули визуалку, чтобы можно было пройти обратно от презентации, да, от регламентного отчета в дашборд. Вот. Думаем об этом. Наверное, на каком-то этапе мы это сделаем. Сейчас первый шаг, который мы предпримем, это просто создание на основании сохраненных визуализаций. То есть можно будет, так же, как в клике, фотографировать визуализацию, запоминать ее, и дальше в списке выбирать ее и добавлять на условный лист, да, который мы проектируем. Возможности будут гибкие с точки зрения размещения объектов на этом листе, написания различных текстов и тому подобного. Вот. Дальше уже будем делать этот функционал более живым. То есть как раз возможность такого сквозного прохода в сам дашборд-источник. Так. Так, по поводу политики лицензирования. Ну, скорее, здесь вопрос не лицензирования, да, а вот именно функциональности переброса лицензий. Давайте отдельно обсудим, мы с вами свяжемся и уточним, какая именно сложность есть сейчас. В принципе, мы можем гибко работать с лицензиями, там, технических ограничений прям существенно каких-то нет. Так. Про библиотеки. Вот я уйдил вопрос с... Блин, чтобы не соврать, по-моему, с 28-й версии добавится еще G2-плод. А если вам нужны какие-то конкретные еще, то, наверное, через чатик можете запросить дополнительные. Мы рассмотрим. Да, некоторые клиенты просили нас добавить в тульную библиотеку, в итоге оставались все равно на e-charts. Но в целом, да, добавить можем. High-charts у нас есть опционально, для некоторых клиентов приходится ее вырезать, потому что это, ну, так скажем, библиотека, во-первых, коммерческая, во-вторых, она не хочет работать с Россией. Вот, поэтому насильно, конечно, их можно добавить, но в целом многих от этого триггерит. Поэтому мы ее по умолчанию в нашу систему не вставляем. Вот, как я говорю, по-моему, визиологи Руслан, да, работает на high-charts. Или они перешли тоже на e-charts. Я вот не помню. По-моему, high-charts у них. Так. Что еще? Про прогнозную аналитику поддерживают. Ну, слушайте, давайте, да, почему нет. Было бы классно, если кто-то из партнеров к нам присоединился и более подробно рассказал, с чего стоит начать. То есть, что более востребовано на рынке. Или, может быть, в каких продуктах это реализовано, мы посмотрим и повторим. Так, еще какие-то вопросы? Да, спасибо, коллеги, вам. Нам тоже очень приятно, что так много людей сегодня к нам присоединилось. Постараемся формат подобный поддерживать. Сегодня были определенные накладки. Вот, у меня что-то... Меня не полюбил вебинар. Вот, но тем не менее, надеюсь, что контент был полезный. В следующий раз, уже когда мы будем проводить следующий подобный вебинар, я уже расскажу подробнее по всему ротмапу. Там будет и много дополнительных разработок уже, да, которые мы вам покажем. Пройдем все более детально по нему. Вот, а так всех призываю подключаться к нашему Telegram-сообществу. Вот здесь QR-код есть. Можете сейчас навести телефон. Да, мы как раз узнаем, сколько у нас здесь новичков. Вот. Вот, включайтесь. Мы все присутствуем постоянно в этом Telegram-сообществе. Всем отвечаем на вопросы, на критику. Поэтому без проблем включайтесь. Будем рады видеть вас там. И также вы можете пройти обучение в нашей академии. Она бесплатная. Можно попросить демо-доступ к нашему продукту и с помощью академии поучиться в нем работать. Тоже рекомендую. Все, коллеги, тогда я со всеми прощаюсь. Руслан, спасибо тебе большое. Леонид, тебе тоже. Коллеги, всех обнимаем и любим. До свидания. Спасибо. Спасибо. Спасибо.